Грудное скармливание Почему ему врачи поют оды и делают ударение именно на том, чтобы кормить грудью, а не переходить на искусственные смеси? Давайте начнем с того, какие преимущества ребенок имеет от грудного скармливания. Первое, что ребенок получает от грудного скармливания, это иммунитет. То, что не имеет ни одна смесь. То есть те иммуноглобулины, которые действительно поддерживают иммунитет ребенка, они содержатся в грудном молоке. Сейчас доказано то, что дети, которые находятся на грудном скармливании, они лучше в физическом развитии. То есть это гораздо сильнее дети и здоровее. У детей, которые находятся на грудном скармливании, выше IQ индекс. Сейчас это, в общем-то, немаловажно и довольно актуально. В психоэмоциональном развитии дети тоже гораздо уходят вперед от тех детей, которые не находятся на грудном скармливании. И еще один момент – это то, что меньше подвержены аллергии дети, которые находятся на грудном скармине. Вот это основные моменты, то, что касается преимуществ непосредственно для ребенка. Да, но ведь и мамы получают от этого кучу плюсов, о которых, в принципе, могут и не знать. У мам тоже есть преимущества. Первое преимущество – это то, что это профилактика онкологии молочных желез и яичников. Один плюс. Второй плюс – это то, что лактационная аминеррея является методом контрацепции. Это немаловажно. То есть, если мама использует именно этот метод, то есть исключительно грудное скарминание, непосредственно до 6 месяцев, то мама защищена, она может не использовать никакие другие контрацептивные средства, и беременность не наступает. Это профилактика ранних послеродовых кровотечений. Это тоже немаловажно для мамы. И, конечно, психоэмоциональный контакт. То есть, когда мама кормит ребенка грудью, это именно тот момент, когда мама может общаться с ребенком. Тактильный контакт очень важный. Это обязательно. Хорошо. А вот если говорить о сроках кормления грудью, врачи придерживаются строгих правил в отношении обязательного, безусловного, исключительно грудного скармливания. Да, это сколько? Исключительно грудное скармливание – это возраст до 6 месяцев. То есть, это период, когда ничего? Ничего. Кроме? Кроме грудного молока. То есть, мама может дать только то, что назначать доктор, какие-то, если есть лекарства. Все. Кроме лекарственных средств, больше мама не дает ничего. Даже в жаркую погоду не рекомендуется давать ни воду, ни какие другие жидкости. Исключительно грудное скармливание до 6 месяцев. А остальные сроки – это чисто индивидуально, в зависимости, конечно, от мам. Но рекомендует ВОЗ, Всемирная организация здравоохранения, рекомендует возраст до 2 лет. Это самый оптимальный возраст кормления грудью. Ну, вот есть такие факты в истории, когда до фанатизма доходит, когда грудью кормят до 4, до 5, даже до 8 лет. Вот как вот это? Ну, наверное, этого делать не нужно. Не нужно там впадать в крайности, а нужно найти золотую середину. Если доктора рекомендуют все-таки до 2 лет, наверное, этого и стоит придерживаться. Это и маме хорошо, и ребенку. Хорошо, если мама уже с опытом, да, с таким багажем за плечами, она выкармливает 2-го, 3-го, может быть, 4-го ребенка. Но если маме предстоит это сделать впервые, это очень нелегкий, скажем так, процесс, да, который может показаться, на первый взгляд, ну, таким очень обычным, да, у грудь, ребенок сосет, вот, в общем-то, на этом и все. Но на самом деле, к чему стоит быть готова к маме, и на что, на какую реакцию ожидать, вот, какую реакцию ожидать от ребенка? Ну, маме нужно быть очень терпеливой. Мама, вообще, поликлиника проводит дородовые патронажи, первый и второй дородовый патронаж, где маму должны обучать, как мама должна подготовиться к грудному скармливанию. То есть она должна знать основные принципы, как она должна ребенка прикладывать к груди. Это не очень сложно, но в силу тех моментов, что когда женщина рожает, она уже находится, скажем так, в таком стрессовом состоянии, ей очень сложно, если она впервые сталкивается с этим, конечно, взять и приложить ребенка к груди. Для этого есть медицинские работники у нас в родильных домах, которые маме помогут. Но мама, в общем-то, должна набраться терпения, чтобы выкормить ребенка к груди. А чего стоит маме отказаться в период грудного скармливания? Что может потревожить чутье, настроение малыша, и малыш вдруг не захочет больше этого процесса? Ну, от чего мама должна отказаться? В первую очередь, конечно, от газированных напитков. Это не нужно. Использовать, конечно, алкоголь. Это не нужно. Никотин и те продукты, которые вызывают у мамы аллергию. То есть если мама что-то не переносит, она, конечно, не должна это иметь в своем рационе питания. Все остальное мама может использовать. Что не рекомендуется? Не рекомендуется цитрусовый, не рекомендуется шоколад, не рекомендует чеснок, не рекомендует все сладкое. В основном то, что может вызвать и у мамы аллергию, и, соответственно, у малыша. А пользоваться духами, пользоваться какими-то лосьонами, в общем, с ароматическими какими-то добавками, с одушками, вот как быть в этом плане? Не отпугнет ли это чутье у малыша? Ну, я не думаю, что наша мама в таком количестве все это использует и мажет это все на себя. Самое главное, чтобы мама не дотрагивалась до ореулы. Это очень важная часть груди, которая и, в общем-то, интересует малыша. А какой вообще должна быть гигиена груди для того, чтобы не возникло никаких проблем и процесс грудного скормления, он, в общем-то, ну, был довольно гладок? Ничего особенного. Мама должна, как обычно, принимать душ, она должна обязательно менять белье. Белье должно быть обязательно всегда чистым, желательно, чтобы это было ХБ, конечно. Больше ничего и мыть руки, когда она берет ребенка и собирается кормить его грудью. Больше ничего. Сверхъестественно. А вот очень часто женщины задают вопросы по поводу сцеживания молока, по поводу, наелся ли малыш. Вот как узнать, наелся ли малыш? Ведь есть ленивые малыши, которые, в общем-то, делают вид, что они наелись. На самом деле, они просто устали от самого процесса. Нет, вы знаете, ребенок не может устать от процесса. Когда мама ребенка берет на руки и начинает кормить грудью, она приложила его к груди, он начинает сосать. Вот мамы должны знать, что молоко делится на переднее и заднее. Переднее молоко, оно где-то, ребенок когда сосет, 15 минут. Переднее молоко содержит сладкую воду. Вот когда ребенок засыпает около груди, если он сосал только одну грудь, то мама не должна, когда он проснется, давать ему вторую грудь. Она обязательно должна приложить к этой же груди, чтобы он продолжил сосать ее. И кормление продолжалось около 40 минут. И когда ребенок насытится и выпустит грудь сам, вот тогда уже можно будет понять, что ребенок сыт. Потому что если ребенок уснул, и мама собирается его отнять от груди, он обязательно продолжит сосать. Это всегда практически. То есть природу не обманет. Да. А когда ребеночек уже насытился, он сам выпустит грудь. Он к ней уже потерял интерес. Все, он сыт и доволен. А многие женщины сетуют на то, что, в общем-то, размер груди у них не удался, а значит и молока будет очень мало. В общем-то, ну что заморачиваться тогда на грудном вскармливании. Вот миф это или правда? Как зависит жирность молока и количество молока от размера груди? Никак. Не зависит жирность и состав молока. Именно от конституции или от строения женщины. Абсолютно никак. Это исключительно способность женщины. Ну, во-первых, во время беременности организм готовится к лактации. Поэтому женщина, любая, может выкормить своего ребенка грудью. И основной момент – это чисто психологически. То есть любая женщина, она может выкормить своего ребенка грудью. Соответственно, должно быть желание. Если есть желание у женщины кормить своего ребенка грудью, настойчивое желание, и окружающие, то есть близкие, родные ее в этом поддерживают, любая женщина может выкормить ребенка грудью. Замечательно. Ну а вообще, многие женщины думают о том, вот наперед, еще начиная только кормить грудью, думают о том, как сохранить форму груди. Потому что любая женщина, естественно, думает о том, что ей предстоит, может быть, выкормить еще одного, второго, и прежде всего остаться при этом женщиной. С хорошей формой груди, с хорошей кожей груди. Вот есть какие-то советы по поводу того, как сохранить форму груди? Чтобы грудь не потеряла форму, чтобы она осталась похожа на грудь, а не на образ подобия. Что здесь можно посоветовать? Единственное, что можно посоветовать, чтобы женщина правильно ребенка прикладывала к груди, чтобы соблюдались эти принципы. Любой медработник маму может проконсультировать по грудному ускармливанию. Это, в общем-то, не секрет, и каждый медработник это знает. Мама должна, конечно, применять гигиенические средства, носить соответствующее белье. А если у мамы есть какие-то проблемы, значит, она немедленно должна обратиться к медицинскому работнику, чтобы он ей все это объяснил и рассказал. Грудное ускармливание лежа. Как вы расцениваете вот это? Все, в любом случае, если женщина хочет кормить ребенка лежа, она может кормить ребенка сидя, это не играет никакой роли. Самое главное, чтобы сохранялись принципы грудного ускармливания. Лежа – это тоже допустимо. Ну и в подведении итогов нашей беседы все-таки на чаше весов. Грудное ускармливание и искусственной смеси. Здесь не должно быть даже чаши весов, потому что грудное ускармливание – это самое важное для ребенка. Пусть мамы всегда знают один-единственный момент, что иммунитет, то есть вот это тот фактор, который не заменит никакая смесь. Это очень важный момент. Если ребенок заболевает чем-то, у него гораздо больше шансов выздороветь, если он находится на грудном ускармливании. Пусть мама это запомнит и всегда думает об этом. Спасибо вам большое, Ольга Алексеевна. Мы желаем здоровья всем вашим женщинам, которых вы тренируете, которым вы объясняете о самом главном в жизни, когда наступил этот этап. И здоровья вам. Спасибо. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова